Машину Татьяна покупала в Куркино. Привлекло то, что 12-летнее авто имеет совсем небольшой пробег. Через год начались проблемы. Оказалось, автомобиль в залоге. А после объявилась юридическая служба банка. Выяснять отношения пошли в суд. Но в итоге женщину отказались признавать добросовестным покупателем. Вернуть деньги тоже не вышло. Машину мы пробивали по сайтам ГИБДД. По платным сайтам выяснили, сколько было хозяев, истинный ли пробег. Но вот, к сожалению, про залог мы ничего не узнали. Суд счел, что я не изучила все документы, как добросовестный покупатель. И поэтому автомобиль отошел в пользу банка. Также суд постановил взыскать полную сумму кредита и процентов с продавца машины. То есть, по сути, банк получил все. И деньги, и автомобиль. Как говорят юристы, в таких историях Фемидов всегда на стороне кредитных организаций. Без проблем удовлетворяет все требования банкстеров. Ситуация является обычной практикой у банков о взыскании долгов по кредитным договорам и обращении взыскания на предмет залога. Единственный шанс вернуть хоть какие-то деньги – подать иск против продавца машины. Ведь он точно знал, что машина в залоге и по условиям договора не имел права ее продавать. Татьяна обратилась с заявлением в полицию. По делу работала Федяева Светлана Викторовна. После месяца своего обращения я пришла, ее найти не смогла. И дело никак не продвигалось. По повторной жалобе тоже никаких результатов не было. Все талончики у меня есть. Чтобы мне выдали материалы дела, ничего не выдали. То есть, опять никого нет. Десять месяцев походов по инстанциям оказались безрезультативными. Не помогли даже заявления в прокуратуру. Машина правосудия пришла в движение после запроса журналистов 31 канала. Материал проверки по заявлению Смолина изучен в прокуратуре центрального района города Челябинска. От полиции района потребовано решить вопрос о возбуждении уголовного дела по мошенничеству. Зарегистрировано обращение местной жительницы по факту совершения возможных противоправных деяний при совершении сделки купли-продажи транспортного средства. В настоящее время по данному заявлению проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Говорить о решении проблемы пока рано. Впереди месяцы, а возможно годы разбирательств. Да и кроме признания продавца виновным в мошенничестве, нужно еще добиться возврата денег. Но получить свое простому человеку гораздо сложнее, чем кредитной организации. Ренат Баяков, Иван Абросимов, Павел Востротин, 31 канал.